Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протсветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня у нас крайне интересная и полезная тема. Это полезные насекомые в саду. Наверняка все мы знаем о пользе таких насекомых, как божья коровка, которая уничтожает тлю, а также о пользе шмелей и пчел, которые опыляют наши садовые растения. Однако, кроме данных, насекомых есть и другие, не менее полезные. Первое насекомое, о котором я хочу рассказать, это жужелица. Что же это за зверь такой? Это жук. Это большой черный хищный жук, который уничтожает различных садовых вредителей, в том числе улиток и слизней. Своими мощными челюстями он разрывает плоть слизней и улиток, уничтожает с легкостью данного вредителя. Этот жук обязательно должен жить в саду. Такие жуки любят жить в укромных уголках сада, в старых мышиных норках, под опавшей листвой, либо под камнями. В стерильных и чистых садах, где лишь одни газоны и применяется регулярно химия, такие насекомые жить не будут. Поэтому, если вы хотите развести таких жуков у себя в саду, сохраните небольшие нетронутые участки сада, участок с нескошенной травой, горку опавших листьев, либо горку камней. И там эти жуки обязательно поселятся. Второе насекомое – это ститорус. Или, как его еще называют, клещевая коровка. Это маленький черненький жучок. Рассмотреть его можно только под лупой. Этот жучок размером меньше спичечной головки, но очень полезен. Этот жучок уничтожает паутиного клеща. Наверняка он присутствует в вашем саду, однако заметить его невооруженным глазом очень трудно. Такие жучки любят селиться в высокой нескоженной траве, либо в цветниках. Поэтому обязательно обратите на них внимание. Может быть, возьмите какие-то увеличительные приборы и рассмотрите, есть ли этот жук у вас в саду. Он очень и очень полезен. Третье насекомое – это жвручалка. Наверняка все вы их видели у себя в цветниках. Это небольшие такие мухи, похожие на пчелу или осу, которые могут зависать на одном месте, как бы парят в воздухе, зависая на месте. Часто их путают с осами, однако это не так. Такие насекомые крайне полезны. Их личинки с легкостью уничтожают тлю. Одна личинка может уничтожить огромное количество тли. Примерно 500 штук за свой короткий цикл развития. Журчалки очень любят селиться в цветниках. Они всегда парят над цветами. Особенно любят цветы желтого цвета. Поэтому выращивайте у себя в саду ароматные цветы и журчалки обязательно там появятся. Следующее полезное насекомое – это златоглазка. Вы ее также у себя видели на участке. Обычно весной, когда мы приезжаем на дачу, данных насекомых можно заметить прямо в доме. Они ползают по окнам. Это такие мушки или бабочки, как их еще можно назвать. Зеленого цвета с прозрачными крылышками. Глазки у них такого золотистого цвета. Оттого и произошло их название. Личинки златоглазок уничтожают тлю. Одна особь златоглазки может уничтожить до 500 особей тли. Данные насекомые живут также в садах. Любят жить в затененных участках. Под кустами, а особенно в папоротнике. Дело в том, что в папоротнике они откладывают своих личинок. Если вы посадите у себя на участок в тенистом месте папоротник, златоглазки там обязательно поселятся и будут защищать сад от вредных насекомых. Следующее полезное насекомое – это жук-пожарник. О нем вы знаете с детства. Это небольшой черненький жучок с оранжевыми ножками, с брюшком. Этот жук также полезен для сада. Личинки жука-пожарника уничтожают тлю, небольших гусениц и других мелких вредителей в саду. Такие жуки любят селиться в опавшей листве под кустами и под деревьями там, где почва не перекапывается. Нужно отметить, что все перечисленные насекомые живут в садах, где не применяется химия. Если регулярно обрабатывать деревья, кустарники различными препаратами против вредителей, то, конечно же, погибнут и полезные насекомые. Поэтому разведение вот таких полезных насекомых будет актуально для тех людей, которые стараются не применять химические препараты у себя в саду, стараются применять биологические средства защиты и заботятся об экологии и окружающей среде. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok